Мне этого было мало, в плане понимания. Так, ну чё, что такое у нас? Это похоже на... Результаты генетического анализа не являются официальными и не имеют юридической силы. Повторные исследования в течение недели проводятся в 10%. Ух ты, как ты. Ну, это что? Как выглядит симпатично. Оу, газированная вода. Ну, то есть, актёры там, блядь, когда зомби кусает, они заражённые. Они заражённые. А, ну да, наверное. Я уже, честно говоря, забыл. Давненько смотрел этот фильм. Ну, смотрел. Было дело. А здесь всё перекрыто, закрыто. Ладно, идём дальше. Кстати, я видел комментарии. Я на счёт этой игры на своём канале, это интересно. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты в источник. Их можно запустить, если подать питание. Пойдём искать рубильник. Ещё бы понять, где тут электросчетовая. Её по проводке искать надо. Но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно обнаружить при помощи сканера. Так вот, на канале это реально интересно. Надеюсь, вы на него подписаны. Там я видел комментарии насчёт как раз этой игры. Под роликами. Что, типа, мол, это пропаганда СССР или типа того совка. Ну, совка там писали. Ну, блин. Это какой-то комментарий такой специфический. Ну, то есть я его не совсем понимаю. Ну, типа, это пропаганда совка? Ну да, здесь как бы время СССР. Ну, то есть... Слушайте, вообще, за пропаганду можно воспринимать вообще всё, что угодно. Всё, что ты видишь. Например, ты видишь, как летит пчела. Это пропаганда пчёл. Пчёлы себя пропагандируют, потому что они летят возле твоих глаз. Вот, ну, можно даже до такой степени бреда дойти в плане пропаганды. Не нужно, я думаю, вот уже так всё это сгущать. Это игра. Это игра вот в определённых условиях, в определённом мире альтернативном СССР. Это не какой-то такой, там, типа, невероятный СССР. Это даже причём... Ой, это 1956 год, по-моему. То есть это даже не какой-то СССР, типа, будущего. Если вот, типа, не развалился, и что бы из него могло быть? Не, нифига. Это вот прям альтернативный такой. Просто вот как бы есть каркас, вот в виде СССР, да? И там что-то накидали на него. Там куча всего. То есть здесь какие-то роботы. Какие нахрен роботы были? То есть это какая-то пропаганда. То есть мне это очень непонятно и странно такое читать, правда. Я не понимаю. Я даже не стал, на самом деле, что-то писать этому человеку, потому что, ну... Возможно, он это посмотрит и напишет своё более развёрнутое. Возможно, впереди камера в виде наблюдения ромашка. Если она нас засечёт, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Он как будто бы знает, что делать, а я пока не то чтобы знаю, что делать. Так. Внимание. Напоминаю, что непонимационированное хранение и распространение данных по результатам экспериментов. А так. Не знаю, куда атмосферности добавляют. Ну, то есть вот как бы да. Окей. Те реки не выглядят какими-то современными. Патриот. То есть здесь какая-то современность, даже не то что современность, а какая-то ультра-современность, сочетается с вот-вот... Ну, плюс-минус, наверное, эта эпоха. Я не знаю, конечно, я не так сильно в 50-х плане истории. Чё, наверное, надо это как-то... Товарищ майор, вы же говорили, что знаете, как обходить камеры. Я думал, что настоящий профессионал действует значительно тоньше. Иногда приходится действовать потолще. Со мной не такой был. Упс. Ай, сука, бля. Ты чё, аратист? 40 аратистов. А чё, он ещё больше, что ли, может? Прикольно. Ух ты, чё. Негодяй какой. Честно говоря, это было не очень приятно, но ладно. А чё такой крепкий-то, а? Он ещё и блочить может, прикиньте, то есть, как бы... Так, бля! Похоже, не очень-то получилось у нас. Сложный. Для пацаны, для меня легенда, потому что я вырос на сервере. Ну, на самом деле... Я, наверное, в какой-то себе тоже. Внимание! Всем сотрудникам, получившим повестку, явиться в отдел социального контроля до конца дня. Неявка по любой причине послужит отягчающим обстоятельством при рассмотрении вашего дела. А как кинуть надо? Подожди, как кинуть-то? Чё-то перестала та штука работать. Не. Поддайте. О, получилось, эти шкурные, прикиньте. Пять. Пять каратистов. Настоящий профессионал действует значительно толще. Иногда приходится действовать потолще. Со мной не такое было. Шайтан. Ух ты ж, матерь божья. Ну, в принципе. О, мой господин. А чё вы такие жёсткие? Месье робот. Хорошо пошла. Всё. Чё, ки чё делать? Как с ним быть? Причём, сейчас, короче, посмотрим, какая сложность. Но, по-моему, сложность невысокая мне сейчас поставлю. Невысокая. Ну, типа, самая вообще простая. Так, это, наверное, геймплей. Да, сложность вообще просто. То есть, прикиньте, я на эту сложность вот так играю. Я мега с чиловой. Как бы, мать. Как бы, мать. Телекимический брон, возьмите и отпустите, чтобы подойти пик. Зажмите, чтобы не... Зажмите. Ну, ладно. Ах, ты ж подкачина. Пошёл. Упс. Я понял, надо бежать. Надо срочно бежать. Почему он такой жёсткий-то? Как он может быть таким жёстким? Ах! Почему он такой жёсткий? Я не понимаю, как он может быть таким жёстким? Это же просто робот. Блин, это какой-то NS5. Я не понимаю, ладно. Повторные исследования в течение недели проводятся в тысячи процентов. Упс. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп, это должно помочь... Собственно говоря, я это сделал... Продолжение следует... Поехали... Продолжение следует... 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 Придется устроить в коллективе небольшой сбой Не волнуйся, ничего серьезного Всего лишь мелкие программные неполадки У меня есть единомышленники в других комплексах Они ждут моего сигналы Вместе мы сможем провести саботаж И в мире узнают о том, что задумала кремлевская диктатура Ну что, теперь можно идти? Плюс-минус Пацаны Значит всего лишь мелкие программные неполадки Столько трупов вокруг Петров больной выродок Из-за вечер гаденышек Обращаю ваше внимание Голова предателя Петрова не должна пострадать В его памяти находятся коды, которые позволят нам прекратить агрессию роботов в кратчайшие сроки Да помню я, не нуди Просто людей жаль Столько душ полегло сначала на войне Потом отопечали Страна обезлюдила Я думал, все, беды закончились Теперь будет только хорошее А тут опять кровь рекой И все это из одного гребаного ублюдка Ну что ж Ну что ж О, как хорошо сейчас пройдет Ееее, ну иди попроще сойти Так, а че, где это? Капсулка-то Больше нету что-то Жаль Другого пути вперед нет Придется ехать Куда именно? Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса Вавил Имеет смысл начать поиски оттуда Ну и как попасть в холодный цех? Для этого нужно добраться и распределиться на центр Туда ведет эта фуникулерная линия Капсулка-то Так, а че, как пройти это? Может, у себя тут надо? Что-то я подзастрял здесь О, все Ну что ж, зашибись Че это такое? Да, блин Че-то она взяла да и отрубилась Ну что ж, бывает Эх, Антохи, да Попытаемся еще раз запустить Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти Я вообще-то не тупой Сам разберусь, как именно мне выполнять задания Серьезно? Я лишь хотел упростить вам задачу Ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку? Напоминаю Дверь закрыта, но электромагнитный замок Да тебе что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю Виктор, любимый, как же я соскучилась Дорогая, какое счастье Как ты смогла попасть в комплекс? Я подменила документы и выделила себя за одного из врачей Это не важно Главное, что я здесь, любимый Мне удалось принести оборудование, которое ты просил Знакомый голос Где я его слышал? Любимая, прости, что втянул тебя во все это Но Сеченов перешел все границы И я обратился за помощью к Штукхаузену Мы ведь друзья Понадеялся, что он поможет мне прекратить все это Но этот гад предал меня Сволочь И Сеченов упек меня сюда Теперь уже не важно, как все случилось Я вытащу тебя отсюда Скажи, что мне делать Придется устроить в коллективе небольшой сбой Сеченов неплохо ну хотя бы пушечка с пушечкой хоть как-то что-то можно еще сделать значит всего лишь мелкие программные неполадки твои мать столько трупов вокруг петров больной вырубок из-за вечер гаденша как только обращаю ваше внимание моё голова предателя петрова не должна пострадать его памяти находятся коды которые позволят нам прекратить агрессию роботов в кратчайшие сроки допомню я не нудил просто людей жаль столько душ полегло сначала на войне потом от эпидемии страна обезлюдила я думал все беды закончились теперь будешь только хорошие а тут опять кровь рекой и все это из одного гребаного ублюдка комплекс вавилов одно из крупнейших подразделений предприятия другого пути вперед нет придется ехать куда именно петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплексов вавилов имеет смысл начать поиски оттуда ну как попасть холодный цех для этого нужно добраться до распределительного центра туда ведет это фуникулерная линия результата генетического анализа не являются официальными и не имеют юридической силы повторные исследования в течение права обица это было не улучшение дракон м в это да а и вот и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...